ребята всем привет ухо солнце как лепит 9 часов утра он позади меня машина немножечко подмерзла пошли гулять 9 утра ребята на улице как будто нулевая погода показывает но уже так светит солнце классно что сейчас все это дело моментом отойдет что подмерзла ночью да только проснулся суббота субботник только проснулся вышел собакой погулять думаю включу камеру возьму вас сегодня с собой наверно что скажете готовы ну тогда садитесь поудобней наливайте чайок там я еще не знаю что-нибудь и мы начинаем видосик нормально такое начало короче ребятки да всем привет суббота думаю да включу сегодня еще все спят ребят тихо еще спят ой какая на улице прелесть просто капец ребята представляете вот я не знаю кто вот живет кто меня смотрит след брича или вообще с канады они знают когда я говорю какая погода прелесть какое солнце они меня наверно только понимает потому что у нас солнце такое интенсивное ребят вот серьезно вот сейчас чем показывает нулевая температура солнце так лупит что это просто что-то с чем-то да вот это наверно точно меня понимают те кто наверно в канаде живет ну или у нас тут а в ледберче может где-то в канаде по-другому да нет в манитобе также было короче ребят я то здесь зашел на новый это новый пятачок как говорится строительство которые здесь вот в том году залили вот эту дорогу рассыпали выровняли землю сделали коммуникации и вот зиму она простояла да не зиму это простояла все дело то лето можно сказать и зиму все это осела наверное этого ждут я не знаю и уже здесь начали строить там вот уже два дома можно так сказать почти готовы капец дом стоит в нем двери вон открытые а там кто-то внутри ходит внутренние отделки делает уже там два готовых уже здесь этот стоит sign for sale видите улица violet place west violet place west 741 номер дома обращайтесь организую риэлтор здесь нашел за да обращайтесь ребята процентов много не возьму короче да идет стройка привезли ступеньки готовы видите кто-то их где-то собирает и дать какая-то компания собирает предлагает свои услуги все деревянное а сейчас напишут она все будет скрипеть она все прогибается деревянная бля-бля-бля-бля да и вам тоже доброе утро короче ничего не скрипит вроде у нас не скрипят ступеньки так что не нойте но вы чё такси сегодня чё у нас в программе то будет да не это самое домашний субботний в ложек ребятки сегодня кое-какие дела надо сделать немножко у нас подвале прибраться короче немножечко вот так вот всего помаленьку так вчера спереди даже не было парковки он даже соседка здесь поставила машину она всегда ставит уже спереди так дочери надо на работу ехать прогрею машине заведу так вот этот мой вот это моя старушка уже пару дней стоит не двигается сейчас на будет стучать этих безделушки как они в моторе называется не знаю простучала все все так ребята первую завели пусть поработает это не так критично как вы думаете то что там это стучит так как мы открывали проверяли как эти детали ребята называются меня не спрашивайте я же не механик так одного завели кошелота другого заведем создать от вы едет над на audi так холодный старт и этой тоже ох да пошли литры и там и там короче ребята как это называется то что там стучит я не совсем знаю вот это вот вонючая у нее катализаторы выпилены она без них у меня и и да она вонька работает ну ничего так соседи чтобы не сказали какого хера я тут позаводился сейчас он не прогреется и будем убирать машину а ты бобик стоишь да ну скоро скоро мы тобой уже займемся будем мы тебя приводить в порядок так что еще постойте чуть-чуть так доча давай выезжай на папиной старушке осторожно осторожненько 2 ну ты знаешь короче да все поехал мой ребенок на работу а мы пойдем завтракать красивая да ну вон уже и моя хозяюшка проснулась до слыхали алигорь доброе утро так готовим завтрак и будем немножко делами заниматься ребята вчера на во сколько уже часов 10 было да я еще лосось лосось лосося короче рыбу засолил сейчас будем пробовать в принципе ночь хватает она постояла и все что-то я какой-то блин не знаю это волосы торчат волосы торчат ты знаешь на ли я сегодня прекрасно спал в пол девятого проснулись так в принципе я всегда 7 уже все с петухами встаю а сегодня чудо пол девятого даванули короче да сейчас ребята вам покажу рыбу что я сделал ребята знаете вот не знаю я короче у меня всегда получается так холодная вода сейчас мы все это дело сольем еще вон соль лежит видите она в принципе лишнее не возьмет вот я сколько вот солю бывает даже больше посыплю бывает как вы знаете так просто на глаз и все и я не за она в принципе у меня она не получается что было пересолено ну-ка включи холодную воду нать такой вот кусочек замариновал засолил как говорится да и на выходные мы и за выходные стачиваем хорошо ну вроде бы как полезно договорят хорошо хорошо мне надо обыдывать и все сейчас будем пробовать в принципе за ночь до салфетки сейчас положу на салфетки за ночь все это дело как берет себе столько соли что короче да все будем пробовать буду пробовать не знаю как всегда прелесть жирно слегка такая солененькая вкусно надо собачки дать попробовать чё тебе тоже дадим попробовать тихо сядь тихонько чё как нормально пахан засолил все дети сказал на спрят роли хочу хоть лангзам блин ты мой укусишь мои пальцы я тебе зубы знаешь в одно место засуну ну-ка сидеть я скажу ну-ка сядь я скажу на лангзам аж трясется вся смотри что творит тихонько на укусишь пальцы я тебе зубы выбью ну-ка перестань ну отойди туда уйди туда сядь я сказал най най вот за этот кусок не знаю готова душу продать свою сядь пляц 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 нас пляц 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 все она теперь будет на этот сидеть концентрируется но ребята она не возьмет я сказал най все заценила вкусно молодец хватит фриштык фриштык траляля так ребят знаете мы вот я сейчас тоже это самая думаю камеру включите по себе дома у нас очень часто мы как бы завтраками у нас такой немецкий завтрак да надеюсь как бы с булочками там вот такой вот знаете канадцы то они уже но бекон мы тоже часто делаем у них уже может быть и американский такой завтрак там бекон жареная картошка там что этот яичко пожаренное как она сказать шпигляй как на русском не вареный жареные яички не за у нас как бы вот такое еще есть что наверное типично такое как будто похоже немецкий завтрак у нас да на теле с булочкой с курассонами авокадо да на выходные частенько красную рыбку делаем но после того как она тоже в цене выросла но блин когда ее берешь думаешь блин у нафига так дорого да вот вы помните кто давно насмотрит мы когда еще в монетобе жили мы покупали пачку рыбу вот эту вода вот эту красную красного лосося если я не ошибаюсь это даже на видео как-то я вроде бы говорил да не вроде бы а точно говорил там что-то это стоило там ну 30 35 сейчас 50 вчера я смотрел 49 одна пачка даже если я не ошибаюсь 54 даже было это на 20 баксов тот же самый кусок рыбы стал дороже я сейчас вот эту вчера купил за 30 37 или 38 но она просто в меньше в коробке в этой там они не два куска больших рыбы а один уже поменьше уже 30 37 или 38 за такой кусок как вот буквально еще три года назад пускай два с половиной она бы стоила где-то 25 максимум на 2 вот эти большие куски вот как бы побольше вот рыба но на 20 долларов как минимум поднялась цена с какого перепуга непонятно но вот такая вот инфляция такие вот цены ребята в канаде но мне кажется красная рыба она наверно везде не дешевая или вообще морепродукты не нигде не дешевый но в канаде как бы да ребята продукты морепродукты это такое как бы удовольствие но кушать то надо правильно поэтому берем как бы хочу говорить то все мы питаемся все хотим кушать вкусно но рыба вкусная получается короче все нам приятного аппетита и вам тоже приятного аппетита загрузился я ребята загрузил свой трак свой грузовик сейчас вам покажу вот здесь чуть-чуть мусор собрали дома масло выкинуть стол который я сами на первое дело мы уже ему новый скрутили это не надо выкинуть старая плата вот для чего для чего в доме нужен грузовик а разве это неудобно скажите скажите пластмасс этот здесь так поднялся и мне неизвестно как его выровнять мы думали может нагреть можно не знаю почему то вот такая вот на пикапах беда с ними не знаю почему ну ладно вы скажете сколько раз ты будешь это вывозить ну как минимум наверно раз в год когда собирается какой-то хлам как минимум раз в год уже выезжаю ребята на окраине города я не ошибаюсь в том году я здесь проезжал не проезжал я тут весь год потому что мне туда вот на работу надо было я имею ввиду проезжал туда дальше и вам показывал что там строительство шло и так далее и тому подобное ну да район растет очень сильно растет много строит короче строительство идет ребята во все стороны города да во всех стороны везде происходят работы строят дома город растет люди едут едут и едут я не знаю вам говорил нет наверное у нас по соседству я как-то на стриме говорил он видите там тоже вроде как двухквартирный дом строят если я не ошибаюсь или даже трехквартирный здесь вот такой вот большой блок это еще если я не ошибаюсь опять же в том году это все еще строилось теперь уже все жилой комплекс готовый там сзади строится вот это все новое все новые дома вау нифига себе они за зиму тут наклепали говорил я вам или нет ну да вот здесь по идее да вот кончается жилой район интересно что здесь дальше будет неужели будут дальше тянуть и с этой стороны но здесь индустриальная зона да а мы едем с вами сюда на свалочка немножко наши просторы вам тоже покажу не знаю я говорил вам или нет как-то на стриме я сидел и разговаривали там у меня спрашивали немножко за за цены я говорил вот у меня по соседству продается дом такой же как наш его поставили за 373 и я вот не помню я еще зашел в интернет и вроде бы его скинули были за 368 если кто-то помнит ребят из моих подписчиков сколько я там говорил то напишите в комментариях вроде бы 363 скинули 368 скинули его тоже продали его продали и я говорю что люди едут к нам в город и приехала женщина с британской колумбии вот потому что я видел она ходила гуляла смотрела и она его и купила если я не ошибаюсь а до нее еще кто-то смотрел и потом взяла его она этот домик смотрите вот это очень красивая раздеть ребят вот это вот смотрите вот это блин кто-то очень шикарно здесь устроился ой блин красота вот я понимаю вот вот так это круто возле города жить ребята вот это да какие гаражи о ее мечта три громадных гаража вот это красота да это очень круто и это самое короче иду дальше мы с надей гуляли вот она на этой неделе переезжала и она увидела мы идем возле самой калитки сзади заднего двора были и она мы халё и она о привет типа такая говорит надя говорит но добро пожаловать в наш ней барху к нам по соседству и она да меня так зовут я честно я забыл как ее звать подошли и мы с ней разговаривать стали она ведь откуда твой акцент ваш акцент я такой говорю с германии разговариваем дальше и она такая говорит а еще откуда твой акцент понимаете я горну я рожденный в казахстане она горит я слышу это она горит я разговариваю на пяти языках представляете блин пять языков она владеет пяти языками японский она сказала еще там короче я только японский запомнил короче блин думаю нифига себе и я к тому что да ребята к нам в город едут люди она с британской колумбии кто понимает что-то смотрите снег снег лежит а там только что люди крышу меняли мужики работали уже без футболки гол голожопые хотел сказать с голым телом она приехала с виктории а я чё сказал да с виктории она приехала и кто понимает что такое канада и знают что такое виктория и что такое южная альберта это такая колоссальная разница в природе и она переехала сюда понимаете но она говорит она здесь в университете была ля-ля-ля-ля потом работу получила да получается из-за работы но и она с также само сказала я могла бы и работу возможно и там найти но я, говорит, не смогла бы себе позволить там жизнь, потому что там все так дорого, понимаете, вот этот домик она сейчас себе купила, за 300 пускай 70, пусть 360 она купила, я не знаю, такой вот домик, в котором и мы тоже живем, он там будет стоить миллион, ребята, если даже не больше, вот поэтому, ребят, у нас здесь так много, сильно в Альберте строят, потому что люди переезжают, Антерио и Биси очень-очень сильно переезжают в Альберту, цены-цены такие дикие там, ребят, ну а я уже почти подъехал на свалку, давайте с вами заедем уже, может уже кто не помнит, как я здесь с вами катался, это, но это уже было же год назад, мы, наверное, будем каждый год сюда ездить, потому что за зиму, за каждую зиму же собирается какой-то хлам, правильно, так что, наверное, будем сюда ездить как минимум раз в год, вот это то, что я переживал, но мне вроде бы повезло, да, это круто, я думаю, что будет очень много народу, так как первую пару, вот это, мне кажется, это вторые первые, не, это вторые, теплые выходные и, наверное, люди начинают работать на своих бекьярдах, собирать свалку, мусор и это, я думал, здесь будет очень много народу, но мне повезло, нормально, да, такая вот у нас здесь городская свалка, этот железо вывозит, ну блин, все железо я бы, конечно, сюда бы не вывозил, мужик, это же все можно на металлолом сдать и получить пенензы, ну ладно, каждому свое, так, ребята, мы 2 800, спрашивает, что у меня, это говорит, ну ты типа с города, я говорю, да, говоришь номер телефона, вот, и, ну и едешь, раскидываешь, спрашивает, что, я говорю, блин, я говорю, ну ты то, и то, и то, немножко, я говорю, так, с подвала мусор собрал, масло есть, я говорю, да, канистра масла есть, короче, да, едем, ребята, все это дело раскидывать, ой, так все чистенько, ничего себе, там такая гора металла была в том году, я помню, а сейчас прямо это самое все повывозили, драйвал, скреп медал, вон там железо, сейчас мы туда тоже пару железячки у нас есть, тоже выкинем, ребят, обратите внимание, на какой технике ездят, да, одни пикапы, ребят, смотрите, кругом пикапы, все, мужики выкидывают весь мусор, занимаются делами, так, первое у нас, что, нам надо здесь масло выставить, сейчас выкинем масло, а потом дальше, все, ребятки, освободился я от мусора, мужик привез старую, вроде бы, стиралку и пошел смотреть себе, там, что-то, может, сейчас найдет, там вон вывозят, что не вывозят, а, ветки всякие такой, весь такой чихпых, ага, короче, да, ну, есть движение, все, сезон, можно сказать, начался, ребят, я уже в футболке, прикиньте, я говорю, я не верю, что у нас на следующей неделе ожидаются такие морозы, представляете, что, я в шоке, о, нифига себе он едет, у него полмашины спереди нет, вы видали это? нифига себе, да, короче, все, теперь мы выезжаем, так, что я заехал, 2 800, да, 2 800, мы заехали, сейчас посмотрим, сколько пустая машина весит, вот это мне интересно, какой вес, так, сейчас этот заедет, тигуанчик взвешивается, а потом мы, ну, здесь понятно, мне кажется, тут килограмм 10 не покажем, хотя, вот, 1760 показывает, нифига себе, я прям на 2 800 заехал, вот это да, так, у меня красный, у меня зеленый, 2 800 я был, да, сейчас мы, что, 2 680, ребята, 2 680, так, ребят, что, я уже еду назад, думаю, ну-ка, заеду-ка я вот в этот райончик, он называется, ребята, если что, кому может вдруг интересно, этот, эта ария здесь, Black Wolf, Black, Черный Волк, Black Wolf, не знаю, почему такое название, но, такое название, Черный Волк, не знаю, я здесь, мне просто не хочется крутиться, по улицам проехать, а то, мне кажется, здесь вроде бы тупик, ну, да ладно, я уже заехал, да, стройка везде идет, новые районы, вот это вот, вот это вот, большой комплекс, ребята, знаете, он очень даже и неплохой, я бы вам сказал так, очень неплохой, а здесь получается, а, это трехфамильный дом, и гараж такой, на одну машину, трехфамильный дом, и здесь еще один такой же будет строить, это какой-то новый дизайн, а интересно, какой застройщик, кто его строит, ну, хотя, знаете, я вот так вот вам скажу, я бы не хотел бы иметь свой однофамильный дом возле таких вот больших вот жилых комплексов, ну, вот не знаю, ну, вот не хотел бы, как-то потому, что здесь постоянное же движение, люди выезжают, заезжают, новенькие, туда-сюда, да и вообще лишнего движения чересчур, мне кажется, много, ну, как-то, вот, я не знаю, зачем вот они так вот, это вот, мне не совсем понятно, зачем так строят, ну, если начали уже вот строить район, там, вот эти трехквартирные дома, ну, клепайте их, а то, блин, все на кучу, for sale, ребят, вот этот, знаете, что за дом, for sale, мы с Надей такой вот смотрели, вот последний дом, который нам очень понравился, это такой же дом, это, это вот такой же дом, ребята, немножко просто снаружи, он по-другому, это такой же дом, это тоже застройщик, между прочим, Black Wolf, я здесь как-то в том году, как-то я заезжал, проезжал и все, сильно я здесь никогда не был, ну, разницы-то большой, я, конечно, не вижу, это все одно и то же у нас, да, но домик, вот тоже такой же, вот такой же дом, вот он, только вот сверху еще какая-то, вот на него наклеенная, билиберда, сверху вот этот вот, это вот тоже такой же дом, блин, да, вот тоже кирпичом так спереди выложили, ничего себе, так я сфоткал, Наде покажу, блин, классный домик, чуть-чуть он как-то вроде бы выше, тот как-то, да, чуть-чуть заход этот поуже, тот пошире этот заход, видите, чуть уже, но спереди клинка, положенный так, ну, римхен, это не полностью камень, это же просто римхен, пожилая женщина какая, ну, что, с дедом купила себе новый дом, молодцы, тут шоу Холмс, да, блин, классно в Канаде строят, ребята, чтобы вы понимали, с вашими вот этими деревянными домами, хе-хе-хе, что вы понимаете, что вы понимаете в Канаде, да нифига, вот, видите, я говорю, район Black Wolf называется, смотрите, здесь такие фигурки стоят, волки такие стоят, интересно, почему это, почему такое название придумали, но это красиво сделано, я бы вам сказал, такие фигуры, здорово, мне нравится вот такая вот декорация, почему у нас такого нету, вот, форсейл, это дом, как у Жени, да, такой же, как у Женьки дом, новый, новый стоит на продаже, ах, красота, шикарно, да, вы, вы не понимаете, вы этого не понимаете, для вас, для многих это некрасиво, все такое деревянное, а, сегодня мне написали, комментарий опять, у вас еще ближе дома, чем у нас в Баварии, блин, ну, и я написал, значит, у вас в Баварии классно, значит, вам в Канаду нельзя ехать, ну, и что, ну, они у нас дома близко, да, я этого тоже не понимаю, туда дорога, видите, закрыта, значит, туда дальше будут строить, дорога пока не делается дальше, значит, туда тоже дальше пойдет, здорово, Мухаммед, да, поэтому, да, те, которые вот уже, вот он посмотрел видос, и вот уже он заметил, дома у нас, в Баварии лучше, там что-то такого, блин, все, дяденька, вам в Канаду нельзя, у вас в Баварии лучше, сидите, где сидите, здесь тоже дорога туда, видите, значит, да, это 100% туда район дальше пойдет, он здесь не заканчивается, а вот в нашей эре, где вот мы живем, вот мне у нас там очень интересно, насколько будет расширяться наш район, вот, очень интересно, потому что, ну, как я вижу, там, ну, там некуда ему идти, куда-то дальше, и мне кажется, вот он такой небольшой останется, такой вот, может быть, можно так сказать, эксклюзивный, ну, так я не могу это сказать, это я вам так сейчас говорю, по секрету, а то скажете, ой, нос задирает, типа, он там живет в Круптом райончике, не парьтесь, хоккей, на хоккей собираются, на старой машине, смотрите, какая красота, вот где, вот у вас в Баварии, вот товарищ, который мне там написал, где у вас в Баварии, в районе, в каждом, надо запомнить, уточнить, в каждом районе, у вас, во-первых, такие широкие дороги, во-вторых, в каждом районе, есть свой парк, где можно погулять, шикарненькие домики, такие необычные, ну-ка, напишите вы, товарищ, где в вашем, в вашей Баварии, в ваших районах, в каждом районе, есть парк, в который можно пойти погулять, в каждом, надо заметить, а вот нет у вас этого, я это знаю, в каждом районе, есть игровая площадка, для детей, на высшем уровне, построенная, ну-ка, в какой там у вас, Баварии, такое есть, а? а ну-ка, товарищ, напишите-ка мне, объехал, ребята, я с другой стороны, этот, можно так называемый сказать, Black Wolf район, знаете, вот это вот, как бы, редкость у нас, я вот не знаю, где у нас еще, вот так вот стоят столбы, электричество, не знаю, вот, ну-ка, кто след, где еще у нас, вот так есть, вот, и что вам хочу показать, а я как-то мог бы полностью через район проехать, но я не хотел там колесить, и не хотел крутить, поэтому, вот даже стоял, вот знак район Black Wolf, да, вот сюда заезжаешь, так, как я мог там проехать, я говорю, я в этом районе здесь не это самое, сильно ничего не знаю, вот сюда заезжаешь, в том году мы здесь были последний раз, вот видите, тут даже, ну, вот это они красиво, я говорю, сделали, прям классно, Black Wolf, даже здесь вот такая фигура каменная стоит, и вот в этом районе, смотрите, какой стоит большой парк, ребята, ну-ка, в какой Баварии такое есть там, ну-ка, товарищ с Баварии, ну-ка, товарищ, все, знаете, думаю, как называется, каждый хвалит свое болото, вот, я думаю, это связано с тем, что вот этот Black Wolf будет очень-очень большой район, и здесь вот даже вот такое они построят, Legacy Park называется, здесь ты можешь арендовать комнатки, помещения, делать свои гулянки, вот такой вот обалденный, обалденный парк, ребята, громадный, просто дико большой парк, игровые площадки, скейтборд, теннис, знаешь, как это самое, Шура Каретный там рассказывал, гандбол, про Титаник он когда рассказывал, очень большой парк здесь, ох, нифига, ну-ка, сейчас мы сюда завернем, они аж прям сюда уже дома строят, вау, короче, друзья, да, как говорится, каждый хвалит свое болото, я, конечно, к этому всему отношусь с юмором, когда там люди пишут, у вас это так, а у нас это так, да, блин, все здорово, хорошо, что у вас так, вообще классно, четко, рад за вас, офигенно, да, у нас многим не понравится, ребята, вот сегодня включил видео, я смотрел снова, новоскош, да, видос включил, там зелень, ребята, у нас все желтое, у нас, ай, е-мое, этот Black Wolf, он и в эту сторону будет идти, вау, это очень будет гигантский район, не, я здесь бы даже и не хотел бы жить в этом районе, здесь он будет very, very busy, как говорится, тут будет, а, обалдеть, там уже все разметили они, они уже там все разметили, я к чему, смотрите, и здесь уже дома начинают строить, вот уже первый домик здесь пошел, кто посыл, I'm sold, уже проданный, он уже проданный, ребята, там уже дорогу залили, там уже дорога готовая, здесь вот начали строить, офигеть, 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 я в шоке, серьезно, я немножко в шоке, е-бунтер, хунтер, это куда они собрались растягивать город, это кто все должны сюда переехать, ни хрена себе, просто я сейчас к чему это говорю, потому что вы не понимаете, то, что я вам сейчас это показываю, скажете, ну что там 30 домов построить, ребят, это в каждое направление города стройка идет, понимаете, к чему я, офигеть, они что хотят с этого города сделать, то сколько должны сюда приехать, а где люди работать будут, это вот это все будет расстраиваться, а где работать-то людям, бизнесы-то тоже должны, наверное, как-то сюда приезжать или нет, я вот к этому, вот Black Wolf, все, все, блин, у нас сегодня видос по катушке с Валюшкой, ни фига себе, вот это да, вот это, я немножко в шоке, на самом деле, это сколько домов, и мне тоже вот говорил один, вот там потенциальный, может быть иммигрант, он говорит, а где у вас большие дома, вот они, ребят, вот большинство, вот это вот и строится, вот такое, однофамильный, двухфамильный, там и немножко какие-то комплексы начинают строить, многоквартирные домики, и все, вся Канада, ребята, это вот такая, да, я, что еще говорил, то, что многим, что у нас может не понравиться, то, что у нас вот такое, вот видите, все серенькое, новоскош, я вот там смотрел, Галифакс, говорю, там видос, там, там зелень, там очень много зелени, да, у нас этого нету, у нас, вот это, мне, я за этим, скажем так, немножко тоже скучаю, вот, больше зелени, но город растет, садят, садят, садят саженцы, везде все, да, короче, как-то вот так, ребят, если честно, уже давненько не ездил по этой дороге здесь, как-то очень перестала в ресторане работать, да и больше стала сама ездить, ну, там ресторан просто был, по этой дороге было удобно всегда ездить, я тут давненько не был, вот, да, как бы, работа работой, но две вещи, как говорится, не отменяются, да, это где, где переночевать и что поесть, еду, короче, пиццу купить, смотрите, спереди какой едет монстр пикап, у него в задние баллоны, я не знаю, это целые гусеницы по ширине, я вообще не знаю, какого размера эта резина у него там может даже быть, это что-то, блин, дикое какое-то, ну, довольно такой прикольный пикапчик уже, что-то он такой кастомный, знаете, уже там построенный на свой вкус, как говорится, ну, выглядит он очень даже прикольно, да, это говорит о чем, скоро лето, скоро вот такие вот всякие вот прикольные машинки будут на дорогах города, и рычит он тоже неплохо, как бы так, да, короче, вот как-то вот так вот, ребята, блин, он довольно такой прикольный, я даже не понимаю, что это за марка, но я думаю, или Шеви, или Джеймси, да, движуха здесь, да, с вами, движуха здесь капитальная, люди заказывают, заказывают кушать, в этой пиццарии, между прочим, мы уже пару раз заказывали, очень вкусно, сына, хочешь, можешь сюда сесть, тут повыше, поудобнее, да, вон, видали, X5 какой стоит, посаженный даже, тоже редкость машина у нас здесь, в нашем регионе, говори, говори, что хочешь сказать? Ребята, пиццария вот такая вот, я, честно, не знаю, кому она принадлежит, кто владелец, но мне кажется, я говорю, чувак, который заказывал, брал заказ, я говорю, это твой X5 стоит, он говорит, да, я говорю, он неплохой, а он говорит, спасибо, я думаю, это он и владелец тоже, но здесь вкусно делают пиццу, мы уже пару раз здесь брали, и как бы, ну, знаете, не такой вот, как домино, знаете, там домино пицца, например, или еще что, а это такая маленькая, вроде бы, такая забегаловка, короче, у нас сегодня на обед будет пицца, хочешь пиццу? хочешь? хочешь? я? да, да, тебе антас, да, я хочу пиццу, да, я хочу пиццу, молодец, дал что, а мне говорите, у меня пацан по-русски не говорит, ну-ка, донейр, а другая чикен, вкусно, и та, и та, она очень вкусная, мощная пицца, все, будем ням-ням, вкусно, Надь? все, будем кушать, приятного аппетита, спасибо, всем, кто смотрит, и нам тоже, будем, уф, кушать, Геннадий говорю, надо еще немножко видео поснимать, она говорит, здесь кухня грязная, но если ты на кухне работаешь, занимаешься делами, ну, что здесь такого, может, у нас вон что будет сегодня, вкуснотища, ой, я магнитик уронил, видишь, сейчас подниму, давай без гляй, с вами пошел гулять, ой, какой борщ, ой, ой, целую неделю я его ждал, слушай, а сейчас знаешь, что скажет, ой, что-то он какой-то не красный, он красный, фига себе, не красный, а я смотрите, что сделал, Михаэль, что не грусть на Грэн-прэйре, привет в Грэн-прэйре передаю, Михаэль мне не сказал, как делать видос, сегодня опять посмотрел, крышки при этом притянулись, завакуумировалось, да, крышки в кипятке были, залита кипятком, все уже, на то так оно, знаете, как нажимается, вот так, а сейчас все, да, уже одну банку такую мы съели, с помидорами делал, теперь вот еще, две банки, только огурцы, Саймин говорит, о, папа, ты опять сделал, такие вкусные были, да, домашние намного вкуснее, все, две банки замариновали, недельку стоит, и можем опять их точить, после хорошего борща, хорошая прогулочка, с кофеечком, иди, 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 Кайли, я тебя не, это самое, приехали ребята, мы сюда гулять, собачий такой этот, парк, можно так, наверное, назвать, что я себя сниму, смотрите, мы здесь уже бывали, я уже здесь вам показывал, но зимой, мне кажется, зимой мы были разок здесь, все, уже река, лед сошел с реки, но еще у нас все серенькое, почки набухают, но природа еще не расцвела, а вот там люди гуляют, ой, вот видите, а там стоит знак, что с собаками нельзя, я видел, там бежит собака с ними, вот на той горе сверху я был, а что я вам рассказываю, вы же знаете, уже рассказывал, показывал, да, видите, а там стоит знак, с собакой нельзя, а там люди с собаками, типа там натура, этот, заповедник, типа с собаками нельзя, я тоже говорю, что за бред такой, а что она не идет или что, вот ты посмотри, какая она, ага, вот кто-то в сторону отойдет, все, она не идет, а, смотри, что творит, давай иди, тетя, она тебя ждет, она будет, ну потому что по морде получится, видишь, не будет слушаться, смотри какая, все, идем дальше, все в сборе, да, люди гуляют, мы вышли погулять, вместе с людьми, кофеечку с собой взяли, вот здесь, вот в этом регионе, вот, как сказать, в регионе, вот в этой низине, я думаю, вот это связано, что-то вот с этими холмами, когда на улице у нас жара, здесь вообще невыносимо находиться, оно вот как-то в яме, все это дело находится, и здесь так жарит, так дает, что я тебе дам, ну а сейчас прикольно, сколько Алина сказала, 20 градусов, в машине 20 градусов показывает, представляете, что, а на следующей неделе минус 15 будет, вот это перепад, она не пойдет, она же чересчур деловая, зашла только по колено себе, и все, но она не пойдет, потому что, вон, видишь, ее хозяйки там сидят, она в воду не пойдет, смотри, как она тянет туда, гуси, смотри, какая, она не пойдет в воду, потому что они сверху сидят, она к ним захочет сразу, она прет, как танк наверх, вся вас замарает, у нее лапы грязные, так, ну что, ребята, надо воспользоваться такими удобствами, да, Надя говорит, молока нету, я говорю, ну я сейчас сгоняю, да, удобно, когда во всех районах есть свои магазины, сгонял, купил молока, так, короче, я в магазин забежал, ребята, я вам ничего цены показывать не буду, просто залечу, то, что мне надо, возьму, и все, поэтому, поэтому, не обзор, а просто пришел купить быстренько то, что мне надо, а мне надо молока, какое мне надо, 3% жирности, 4 литра, ребята, 6,29 цена, а вы говорите, я вам цены не показываю, видите, хоть что-то вам показал, короче, да, 4-х литровая канистра, молока, ну или молока, или белой краски, не знаю, я что это, 6 копейками, короче, тут, короче, по йогурту и спать, отдел, тут сырок, ну, все такое молочное, мороженое, выбираю, выбор большой, все есть, короче, на меня смотрят, что я иду с камерой, а я иммигрант, меня здесь никто не знает, знаете, что удивляются, когда подходишь на кассу, ну, не в том дело, что удивляются, когда платишь наличными деньгами, здесь, как бы вообще, ну, тут все кредитные карты, да, все дебетовые карты, все, короче, как-то кеш вообще, как бы не приветствуется, ребята, Mercedes, очень цветом походит на мой, трак, капец, что-то мой, очень походит цвет, у нас он тоже, как будто черный, но он зеленый, вот сдалека, вот стоит, да, вот какой цвет, черный, правильно же, ну, темный такой, черный, а тут вот видно, видно, что он зеленый, видали что, странный цвет, да, машину, правда, помыть надо, слегонца, такая уже, пыльная, вот, видите, как видно, что он зеленый, трубец, я его когда покупал, даже это не видел, уже когда домой пригнал, смотрю, машина зеленая, на солнце, вообще это не, ну, как, то есть в помещении, когда он стоял, когда в помещении стоял, то вообще это дело было, ну, серьезно, незаметно, а потом как-то я аж удивился, но он опять же, я говорю, в темноте он черный, когда солнце на него попадает, он прям зеленый такой, знаете, все, молочка взял, я, знаете, вот, ребят, говорю, как удобно, когда вот, это в районе, вот в каждом районе есть вот свои дискаунтеры, да, не знаю, можно это назвать дискаунтер, или еще как, ну, свои магазины, да, продуктовые магазины, не надо там ехать куда-то в другую сторону города, здесь у нас есть, в следующем, там вот где вот у нас, ну, фрилс, там, да, другой район, туда так же само проехать, что сюда 2 минуты, туда 5 минут максимум на машине, и там, это очень удобно, вот так по мелочи, цак сгонял, и все, и там, дома у нас блинчиками пахнет, а, хозяюшка, ты нас балуешь? Ой, я целую неделю просил, да, Надь? Я целую неделю просил блинчики, а ты сказала мне no time, ну, видишь, сейчас ты нашла время, да, спасибо. Еще для вас. Один только готов? 5. 5 штук? Нифига. Мути, ты прям психанула, сняла пробу, вкусно? Дома на всех. Вкусно? Получается? Потом скажешь. Окей, все, тогда я пойду монтировать видос, и потом приду пробовать, снимать пробу, блинчики, со сгущеночкой, с чаечечком, уху-ху-ху, будет вкусно. Все, ребята, всем пока, вам привет из Канады, спасибо за просмотр видоса, и так же самое, ребята, спасибо, если вы оставили комментарий, поставили лайк, да, ну, а мы что скажем? Всем пока, привет из Канады, и до следующего видоса. Пока!